Всем приветик! Вы на канале Саня и Злата, я Саня, и сегодня буду воплощать свою идею о костюме розового солдата из Дорама и Squid Game. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я задумала этот проект уже достаточно давно, еще в том году, когда купила эту маску осенью, но руки до него дошли только сейчас. Я подготовила два эскиза, на одном из них юбка у платья полностью розовая, а у другого с черной окантовочкой. Но это выглядит немного странно, поэтому я подумала, если делать ее с черным краем, то надо будет добавить черные ленты для косточек в корсете и, возможно, сделать черные чашечки. Но платье сразу теряет изначальную мою задумку насчет розового платья, как у Барби, но просто в стиле Squid Game. Поэтому я остановилась на этом варианте, но в будущем думаю сделать что-то подобное. У меня есть вот такой старый чемодан, в котором у меня хранятся ткани, которые лежат, и я пока не знаю, к чему их применить, но сегодня будем использовать эту малиновую для костюма как раз розового солдата. Я сейчас посмотрела в своем шкафчике, у меня нет ниток. Они есть только нежно-розовые, красные, фиолетовые и совсем не подходят. Сейчас иду в магазин за нитками и молнией для платья и дам вам такой швейный совет. Если вам нравится какой-то цвет ниток, но у вас даже нету ткани для них, берите сразу 4 мотка, потому что один уйдет на швейную машинку, а три уйдет на верлок. Один раз я увидела малиновые нитки, прям очень красивые, думаю, но у меня все равно нету ткани и куплю всего лишь один моток. В итоге сейчас у меня появилась ткань, но нету мотков для верлока, потому что я купила всего один моток. Вот такой большой выбор. Вот это была подходящая под цвет моей ткани. Я решила начать делать платье с юбки, так как на юбке я сейчас буду клеить стразики в виде треугольничков, кружочков и квадратиков. Поэтому раскладываю ткань и вырезаю юбку солнца. Делаю одну длиной 40 сантиметров. Это получается маленький круг до талии у меня будет радиус 10 сантиметров, а дальше 40 сантиметров длина самой юбки. У меня уже скопилась вот такая огромная папка с выкройками, если хотите, сделаю отдельный обзор на нее. Покажу, какие у меня есть там выкройки, какие мне уже не нужны или какие я вообще в принципе делала. И сейчас я ищу выкройку юбки солнца, потому что мне лень высчитывать все заново. И я сохранила себе заготовку на лекалах, чтобы каждый раз просто перерисовывать. Я накладываю кальку и вырезаю. Я использую термостразы и аппликатор. Это намного удобнее и быстрее, чем клеить по одной на холодный клей, но ненадежнее. Некоторые из них отклеились и я их клеила заново. На расклейку страз я уже потратила 4 часа и почти закончила всю юбку. Я делаю маленькие треугольнички, квадратические кружочки и большие. Их чередую, чтобы они органично смотрелись. Мелом я намечаю место, где у меня будет молния. И здесь примерно где-то в 2 см от этой линии я не буду клеить стразы, а приклеив только после того, как я закончу платье. Я наконец-то закончила. Сейчас посмотрю, как юбка выглядит в целом. И если мне где-то что-то не понравится, покажется, что мало стразинок, я еще добавлю. Заправляю оверлок малиновыми нитками и просто отделываю край малиновыми нитками. Хотя, в принципе, ткань не сыпется и можно оставить так, но я думаю сделать строчку для красоты. На основе базового платья я попыталась построить корсет, то есть перевела, как обычно, корсет. Но место там, где идет чашечка, я скруглила под чашечку, учитывая выточку. Я решила отделать чашечку складочками из ткани. Для этого я складываю сначала складки в одну сторону от середины, а потом от середины в другую сторону. И после того, как я заканчиваю, обрезаю все лишнее вокруг. Сначала я делаю строчку сверху и снизу, чтобы закрепить складочки. Теперь я откалываю все булавочки. Беру вот такую бархатную ленту. У меня нет розовой, только красная. А отрезаю нужному мне размеру по верху чашечки. И пришиваю к верхнему краю. Делаю строчку с одной стороны. А с другой стороны я строчкой пришью к чашке внутри, чтобы шов не царапал. Чтобы закрепить ее на чашечке, я прикладываю вот таким образом. Закрепляю и делаю строчку по обратной стороне ленты, чтобы она была внутри, где будет шов, а снаружи ее будет не видно. И делаю строчку с другой стороны. Зикзаг по низу, чтобы закрепить ткань с чашечкой. И вот так у меня получилось. Теперь по такому же принципу я делаю вторую. Корсет я буду делать с подкладкой, поэтому вот эти четыре детали я сейчас разъединяю. Переношу на мою малиновую сетку и на любую розовую ткань, которую буду использовать как подкладку. Соединяю все детали вместе по боковому шву. Теперь я прикалываю к чашечке и делаю строчку. Здесь я оставила небольшое расстояние, чтобы было легче скрепить с подкладкой. Я сейчас зашью бот здесь вот сверху. Вот так вот я закрепляю и теперь аккуратненько пришиваю и делаю закрепочную строчку с лицевой стороны вот сюда в шовчик. Я взяла небольшой кусочек для задней части, где я вставлю люверсы, отдублировала его и начертила прямоугольник ширину 6 см, в длину 15 см и 1 см на шов. Я их вырезаю, сейчас сошью и пришью к верху платье. Вот таким образом я закрепляю и прошиваю. На мячах, где у меня будут отверстия для люверсов, прокалываю и вставляю. Приступаю к созданию юбок. У нас уже есть одна юбка, на которую мы наклеили стразы. И я еще вырезаю две, обметываю, чтобы создать объем. Если я сейчас просто пришью эти две юбки вот таким образом к платью, то они не будут создавать никакого объема, так как они складываются в одинаковые складочки, а третья будет лежать точно таким же образом. Поэтому сейчас я разрезаю две юбки пополам, сшиваю их вместе, и в одной из них я делаю еще один разрез, чтобы сзади вставить молнию. Обметываю низ и вверх и боковые срезы. Сверху я делаю строчку. Стежок я ставлю на максимум, у меня это пять, чтобы потом собрать в сборку по размеру моей талии. Вот так вот у меня получается. Прикалываю к корсету сначала мою верхнюю юбку со стразами, а потом вот эту юбку в сборке. Сверлоком обрезаю все лишнее. Я его приглаживаю вниз, чтобы он не топорщился. И теперь пришиваю молнию. Молнию я пришиваю к двум юбкам, их совмещая, а после сшиваю каждую юбку со своей юбкой, то есть верхнюю с верхней, нижнюю с нижней, чтобы шов сзади был не слитный, а по отдельности каждая юбка. И вот так вот это все будет. Теперь я приступлю к рукавам. Я их сделаю как рукава-фонарики, наподобие на костюме лисы, поэтому использую всю ту же выкройку. Но чтобы ее получить, надо просто разрезать рукав и сложить вот таким образом. Она вот такая огромная, я ее переношу на ткань. На верлоке обметываю все края и приступаю к сшиванию рукавов. Сначала я складываю рукав пополам, делаю строчку. Теперь я разгибаю шов и подгибаю верхний, нижний край рукава. И внутрь я вставлю резинку. Вот так вот. вот такой пышный фонарик у меня получился и теперь вот этими местами я вручную пришиваю к боковым частям платья и вот так вот у меня получилось и на моем эскизе у меня еще был ремешок а сейчас я не знаю стоит ли мне его добавлять или она уже и так хорошо смотрится вот эти фигурки я делаю по типу как я делала чокер для jsu я уже закончила круглый квадрат я сделала круглый каркас проволокой прикрепила стразы и потом сверху заклеила клей ему тут вы даже можете увидеть его я прикрепляю каждый кристаллик проволоки проволокой вначале я оставляю свободный кончик а в конце немного страз и отрезать тоже свободный кончик сгибая форму которую нам нужно у меня это треугольник накладываю кончик на кончик сверху стразы и прикручиваю до конца это выглядит прикольно достаточно крупные детали поэтому я думаю сделать это как украшение на шее так как здесь очень много пустого пространства есть вот такие двойные стразы я отрезаю их на длину моего чокера теперь раскладываю мои фигурки вот таким образом и перекручиваю между собой проволокой а потом прикручиваю проволокой круг и квадрат к чокеру прикрепляю колечки и карабинчик у меня были маленькие колечки но я подумала что с крупными выглядеть намного прикольнее вот такой платится у меня вышло вот так выглядит чокер платье я одела с подъемником его я не сшила а покупала очень давно это детская юбочка просто мне очень нравились пышные юбочки но на улице я ее одевала только один раз потому что она очень короткая и ее можно носить только под низ вот таких платьев сзади платье выглядит вот так здесь молния и шнуровка надеюсь вам понравилось мое видео у вас получится сшить такое же платье на с вами была сальни пишите комментариях какой платье мне еще повторить в будущем или может быть сшить объяснить всем пока пока